Все знают по-русски? Дорогие друзья, у нас в гостях писатель, литературный критик, публицист, главный редактор литературной газеты, старейшего издания, посвященного литературному процессу и художественной литературе в России, а также в Российской империи, и, в общем, до Пушкина дойдем? Нет, до Пушкина дойдете сами. Всю историю литературной газеты мы не сможем вам осветить. Точно никому не нужен перевод на сербский, положенный по протоколу. Не нужен, да? Хорошо. Значит, в конце нашей встречи переводчица по-быстрому, краткое содержание нашего разговора вам изложит. Две минуты. Максим, рад вас приветствовать. У нас сегодня серьезная тема, большой, объемный роман, произведение, которое можно назвать историческим. Вот. И первый вопрос, это как велась работа над вольнодумцами, да? И считаете ли вы эту книгу историческим романом? Слышно меня, да? Работает микрофон? Нет. Кнопочка вверх. Не-не-не-не, это кнопочка. Вот она кнопочка, так. Вот, все. Дорогие друзья, добрый день. Всегда очень радостно быть в Сербии, Белграде. Настроение сразу улучшается. Российские тревоги остаются чуть-чуть вдалеке. И, конечно, именно в Сербии говорить об этом романе мне интересно, потому что сейчас Россия, ну, находится в непростом положении, переосмысливает многие вещи, иногда ошибается, ищет что-то. И мы часто обращаемся на Восток, много контактов с китайскими писателями, с китайской литературой. Который с арабскими странами, что, конечно, очень интересно и радостно. Но я понимаю, что основа сознания русского писателя, того, как он строит свои тексты, конечно, интересно прежде всего в славянской Европе, поскольку это один язык, одни проблемы. И люди, воспитанные в одних и тех же условиях. Вот я, например, не так давно был в Китае, прекрасные там мои друзья, и мой предыдущий роман «Концертмейстер», который о сталинском времени рассказывает, мне говорят, давай лучше стихи переведем. Я говорю, а почему? Ну, понимаешь, вот там, сталинское время, в общем. Я уверен, что в Сербии этого не будет, уверен. Ну, по крайней мере, с этим романом точно. Если кто-то будет его переводить. Он тяжело, эта вещь далась мне очень тяжело. Была у меня некоторая иллюзия, что писать о времени, в котором ты сам живешь, легко. Ну как, вот ты же живешь, вот ты опишешь его. Когда я писал свой предыдущий роман «Концертмейстер», где действие происходило в 40-е годы 20-го века, в 70-е, 80-е, ну, предположим, 80-е я помню по детству, в остальное время я очень внимательно там спрашивал без конца у мамы, а это как, а это как, а как ходили в рестораны, как платили там, как квас продавали на улице. Ну, то есть огромное количество деталей, которые я сам не знаю, нужно было вставить в роман точно, да, и читал много литературы, смотрел фотографии. Потом есть еще проблема очень серьезная, что в СССР почти все улицы, центральные в Москве и Петербурге, назывались не так. И здесь нужно просто очень... И как бы многое уже забылось, но кто помнит, что Астоженко была метростроевской. Здесь, кстати, можно увидеть удивительные таблички, где по 6, по 8 названий с годами, в которые улица носила именно это имя, да? Вот сменяя эту вдогу, смотришь, перед тобой живая картина времени в Белграде, да? Ну вот, и мне казалось это очень ответственным и сложным не ошибиться нигде, ни в каких нюансах. Но когда я начал писать «Вольнодумцы», а действие романа происходит в 19-м году, вот 5 лет тому назад, я понял, что я вообще о современной жизни ничего не знаю. То есть мы живем в какой-то своей социальной группе, да, вот общаемся, а как живут другие люди? Молодежь, люди, которые живут в деревне, условно говоря, люди, которые работают в других отраслях, чем ты, мы не знаем совсем, да, вот, которые живут рядом. И в силу того, что одна из героинь моего романа «Девушка 19 лет», мне даже пришлось познакомиться с молодежью несколько ближе, чтобы, так сказать, не соврать в этом романе. Изучали, значит, материал, да? Изучал, изучал, не скрою. Вот. И когда версия была уже, ну, первый вариант романа был уже готов, я показал его там издателям, и даже, ну, понимал, что он был издан, и вдруг у меня возникло четкое ощущение, что это совсем не то. Ну, вот прям не то. И что одна линия этого романа абсолютно не та, которую я хочу. Вот. И тогда произошел я, был в таких вот сомнениях. Или все-таки сказать, да ну его, ну, хороший роман, что ты там мучаешь себя. Или все-таки пойти на вот эту огромную, большую переработку. И тогда тоже такой довольно-таки показательный случай. Значит, меня выбрали из десяти писателей для встречи с президентом. Но в силу того, что был еще ковид, нас всех поселили на две недели на карантин в президентский отель. Без права выхода за дверь. Вот. Значит, то есть заниматься, кроме того, чтобы писать роман, просто было нечем. Прекрасная мотивация. Товарищи президенты разных стран, почаще, пожалуйста, встречайтесь. Встреча в итоге потом отменилась, поскольку наши анализы оказались неподходящими для столь серьезного мероприятия. Но роман я переделывать начал. Спасибо президенту. Но тему эту мы закруглим, потому что, возможно, чтобы не выбрать какой-нибудь секретной медицинской формации. Вот. И действительно появилась новая линия, которая уже больше, намного больше этот роман сопоставляла с романом Достоевского «Бесы». Да, она сопоставляла, на самом деле, даже не по стилю, не по идее моя, чисто по ситуации, которая описана. Это вот такие молодежные протестные группы, которые хотят что-то изменить вокруг себя. Можно я немножко поясню, потому что, может быть, не все помнят в деталях содержание романа Федора Достоевского. Федор Михайлович у нас писал много, и у нас есть очень разные романы, по-разному во времени себя чувствующие, воспринимавшиеся. «Бесы» одно время были подгонением, поскольку роман такой как бы реакционный. Эти ярлыки не липнут на великую классику. Нельзя этот роман назвать, конечно, реакционным. Но я постараюсь избежать спойлеров. Вот здесь у нас в «Вольнодумцев» есть два связанных между собой события. Две гибели убийства молодой активистки, с активной гражданской позицией, как бы сказали, в кружке таких же молодых людей, происшедшие 40 лет назад, от 2019 года, и гибель молодого студента. То есть у Достоевского у нас только один студент убит, это тоже акт мести, и это акция украшения. И вокруг нее строятся сюжеты, это тоже вызывающие события. То есть в городском саду, демонстративные и так далее. И там совершенно другого рода, как это сказать, активисты вот эти вот, да? Это анархисты, это поклонники Пакунина, это те, кто станут революционерами в будущем. Напоминаю, что это не 20-й, а 19-й век. Вот. Аналогии не провести невозможно. То есть у нас получаются новые русские бесы какие-то, да? Вот. И об этом, конечно, хотелось бы поподробнее расспросить автора. Но только без спойлеров. Знаете, очень интересно посмотреть оценки людей, именно вот героев-революционеров. Я просто хотел показать людей. То есть я сознательно отстранился от собственной оценки этого. Но считаю ее для художественного текста просто ненужной. Да, потому что роман нельзя превращать в агитку. Это сразу с ней из того художественного. Мне интересно был каждый отдельный персонаж. Все эти персонажи, они разные в этом романе. Но люди его оценивают, один и тот же текст, исходя из своих политических взглядов. То есть государственники, консерваторы говорят, как ты их высмеял, молодец, вот ничтожные мелкие людишки. Люди, которые придерживаются, скажем так, взглядов, больше связанными с правами человека, они говорят, как смело, как ты смело все это сделал. И это очень интересно, неожиданное для меня явление, когда роман начал жить некой жизнью, да, уже в глазах читающих. И чего не было в замысле автора. Ну, может быть, так и надо, когда показываешь людей, вот, как они есть, то и потом их к ним и отношения, почитать ли, как к живым людям. Ну, это одна из самых благородных и естественных задач художника, да, интересоваться людьми, показывать прежде всего людей, а не вот это вот развитие идей, эволюцию идеологии, да, все это мгновенно устаревает, да, люди вечные, и они по-прежнему вызывают споры и живой интерес. То же самое происходило и у Федора Михайловича. Надо сказать, что помимо знаменитой серии «Про и от Контра», если не ошибаюсь, вот тут я могу погрешить против истины, вы знаете, что «Прогресс Плеяды» выходил в огромный том, пьесы и их наследие в русской критике, оценка, да, и вот там есть весь спектр оценок, и крайних консерваторов, значит, крайних либералов, да, ну, за истекшие сто с лишним лет, имеется в виду. Так что я думаю, что вольнодумцы тоже ожидают судьба полемики. И у меня очень неожиданное сейчас объявление будет. Дело в том, что наше сегодняшнее мероприятие, полное тягостных раздумий, серьезных разговоров и параллельно с самыми, что ни на есть классическими произведениями, будет украшена музыкальными паузами. Вот прямо так, как вы гречи «Что, где, как, да». То есть сейчас представим нашего музыканта, да? Да, музыкар, который будет украшать, как он сказал, наш стим, и паузу, чтобы сделать между озверных и тяжких мыслей и речей, которые касаются романа, зовут Бранко Пражич, и нечто, что я сигурно связано, с этим, с усредством, что он будет и украшать. Спасибо. 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 В темную ночь, только пули чистят по степи, Только ветер утира, пускать звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, И в детской кават, альбом, в дичьи сутки даешь. Как я люблю глубину твоих глазками, брат, Как я хочу и ближаться сейчас у мамы, В темную ночь, пораживает, любимая нас, И тревожная черная степень, а на тепла ночи один. Елю тебя, дорогую подругу мою, Это вера будет я, тревтой ночью помыла. Радост на мне, я спокойный ветер вон поют, Стою в третью степенью, вера, что со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не разумеется, Чалит земли, вот и сейчас Подо мною она кружится. И мелодьем, и в детской каватке не спишь, И поэтом узнаю, со мной ничего не случится. И мелодьем, и в детской каватке не спишь, И поэтом узнаю, со мной ничего не случится. Огромное спасибо. Вот такая вот музыкальная пауза с огромным уважением к этой песне. И, по-моему, очень здорово ее исполнил для нас севский поэт и музыкант. При всей близости наших языков Очень сложно правильно исполнять песни Из-за разности в ударениях, в звуках, Да, поэтому, по-моему, было просто прекрасно. Спасибо большое. А мы продолжаем. Максим, возвращаемся к нашему роману. Итак, у нас есть параллель с бесами. И у нас есть параллель с современной историей. С тем, что сейчас происходит в мире. Глобализм, антиглобализм, Вот эти протестные настроения. Но почему всегда самые благородные идеи Кончаются убийством? Ну, мое глубокое убеждение, Что путь мира и его прогресс – это эволюция. А революция – это всегда регресс. Ну, доказала это жизнь. При всей экстатичности революции И вот этом вот каком-то Каком-то сатанинском почти угаре революционеров, Уверенность в своей правоте, Многократно мы видели и во французскую революцию, И во все другие, Что это не дает обществу шаг вперед. Как правило, наносит большие раны, Которые потом долго приходится лечить. Вот. Но ведь в этом романе Есть еще один момент. Не станет как бы все-таки тема Этих молодежи протестов. Там одна из частей этого пазла С современной жизнью. Да, они все-таки, на мой взгляд, Не находятся прямо в самом центре сюжетного внимания. В центре сюжетного внимания Там герой, человек, там, 46 лет, Типичный интеллигент, Испытывающий кризис среднего возраста. Да, и Меня на самом деле, К написанию этого текста, Всегда же какой-то толчок есть. Ну, что касается протестов, То это были московские протесты 19-го года. Я сам случайно, гуляя, попал вот в эту гущу, И увидел, какая отрицательная, Какая вот страшная энергия вот в этих вот, В толпе существует, в любой, да, Вне зависимости от целей, Которые она дедекларирует. А потом, на самом деле, Один из моих, ну, любимых писателей, Мишель Уэлбек, Его роман «Серотонин», Тоже вот о таком Кризисе сорокалетнего Обеспеченного француза, Он где-то стал, для меня, Мне захотелось такую же историю Перенести на русскую почву, Но оказалось, что на русской почве Она не работает, да, Потому что в России столько проблем, Что кризис среднего возраста, Ну, в основном скажут, Иди работай, да, Или займись чем-нибудь. Это знаменитая карикатура, Где лежит Очень недоуменным видом Человек, совершавший Попытку самоубийства, Вот, на шее его веревка, Которая перерезана, А рядом смерть с косой, Которая перерезала эту веревку. И вот она ему говорит, Вставай с лобакой, иди работай, Вот, нечего увиливать. Ну, иногда наша история Очень напоминает эту карикатуру. Ну, вот, и в основе Вот этот человек, И сюжетной пружиной является то, Что он встречается с молодой, Очень много моложе себя девушкой, И вдруг узнает, Что она, вот, Играет в эту тайную такую организацию, И при этом, А он директор библиотеки, Одной из больших московских, В его библиотеке, значит, Уговорила его этому кружку Дать место собираться, Под видом какой-то секции. И он, ну, он человек, Человек, который всю жизнь Себя ограждал от вот таких вот Слишком сильных ветров. Ну, такой, Такая версия человека Не в футляре, да, В таком шелковом, В шелковом чехле. И он, И плюс у него еще заболевает Сестра, И он, вот, Это все на него Накидывается, И он, ну, Как характерно для москвича, Уезжает в Петербург, Никому не говорит, И там начинается Зачем другая история для него, Когда он, вот, Пытается столкнуться С миром другим. Да, и встречается С так называемыми Девушками-разводчицами. Но, кто не знает, Есть такой Достаточно процветающий В Петербурге бизнес. Это не девушки С пониженной социальной ответственностью, А девушки, которые Удовлетворяют желание Выпившего человека Поговорить и кого-то угостить. Так скажем. Срочно зовем переводчик. Это и на русский-то Надо переводить. Да, значит. Да, да. Ну, в общем-то, Ты идешь, словом говоря, По городу, К тебе подходят девушки, Говорят, а ты там, Нет ли зажигалки? А ты чего, значит, Ну, делаешь? Ну, да, ну, там, Не хочешь там пойти куда-нибудь? Ну, вот, и они показывают бар, Где они, как бы, Имеют свою клиентуру. И, ну, просто человек Угощает их очень много И в итоге, как бы, Платят бы большие деньги. И девушки получают Процент с этого Сказать, с приглашенного клиента. Естественно, они пытаются Ему намекнуть на какой-то шанс, Который потом не реализовывается К большей близости. Но суть этого бизнеса, Что никакой близости здесь нет. Да, то есть, Это вот особый вид. И меня многие спрашивали, Каким образом ты все это знаешь? Ну, вопрос совершенно естественный. Ну, хорошо, почитал. Значит, и помнишь дословно к тексту Роман Андрея Белого Петербурга, вероятно. Вот. Это было шутно. Ну, я же говорил, Что я должен изучать жизнь. Значит, История-то была такая. Как-то на одном Петербургском книжном Салоне водитель, Который привез книжки Наши. Ну, прощались. Он говорит, О, я пойду гулять, У меня денег много. Значит, типа, Завтра никуда не ехать. Я говорю, Ну, пожалуйста. На утро он, Такой достаточно грустный, Подходит ко мне и говорит, Нельзя ли хотя бы Еще три Продолжить? Я говорю, Так были же деньги. И вот он рассказал Душипательную историю, Как он, значит, Шел по улице. Еще такая история чеховская. Он говорит, Я шел тут по этой улице На Б. На Б. Я говорю, Ну, какая на Б-то? Там, Басков переулок, Казалось, Рубинштейн. Это просто история Чеховская Про лошадинную фамилию. А в целом эпизод Из Ильфа и Петрова, да? Кисок, деденьки. И он, значит, В деталях мне рассказал, Как подошли две девочки, Какой он красивый. Потом, значит, Угосил их вином. Они еще пели песни в караоке. И в итоге 20 тысяч он потерял. И ушел грустный. Не найдя никаких приключений, Кроме финансовых трат. Но я же человек все равно, Писатель, понимаете, Он же, ну, Должен довести до конца Всю историю. Я очень давно Не употребляю спиртное. Много лет. Поэтому я считал себя Вполне Защищенным. Я, значит, В один из брендов Петербург Вышел в качестве наживы На Невский проспект. Живца. Живца. Стал прогуливаться По Невскому проспекту. Действительно, Через какое-то время Так сказать, Приошли две девушки. Все там. Значит, Одна даже симпатичная. Ну, вот. Ну, то есть, Я понял, что это Ровно как описано, Так и работает. Нигде я не соврал. Ну, у героя, конечно, Ну, роман же не для этого пишется, Чтобы просто криминальную хронику Какую-то обозначить. Конечно, возникают Какие-то отношения С одной из этих девушек. И это совсем Другой мир. Вот такие Такие петербургские эстеты Очень были недовольны. Ты зачем наш город опорочил? Вот. Я говорю, ну, извините. Это же, этого нет. Я говорю, ну, как нет? Если вы с этим не сталкивались, Не значит, что этого нет. Вот. Ну, тут Это другое. Вот. Ну, в общем, Эта история тоже, Она достаточно драматичная. Он пытается эту девушку Как-то вытащить Вот из этого мира. И у него это плохо получается. И в итоге он как бы Оставляет ее. То есть, может быть, Даже Самая искренняя любовь Была у нее к нему Еще не короткая, Но которая все-таки Не смогла ее Вытащить из того мира, В котором она живет. И она выпускница Музыкального училища. Она говорит, ну, я вот Работал бы там Музыкальном училище. И получала бы столько, Сколько мы получаем здесь За полдня. То есть, вот эти социальные вещи, Которые тоже очень любопытные. Когда герой проходит Около памятника Достоевского Около метро Владимирской в Петербурге. И ведь вся русская литература Девятнадцатого века, Ну, не вся, Но много, что построено Такой жалости и сочувствия К падшим женщинам. Это и Сонечка Мармеладова, И Глеб Успенский. Очень большое сочувствие К несчастью. И там есть такая фраза У героя, То есть, сейчас Такое материальное положение, Что они Могут посочувствовать нам. Да? И это тоже мысль Такая переворачивающая Во многом литература Девятнадцатого века. Как это все теперь, да? Насколько, ну, не знаю, Хуже или лучше стало. Ну, в общем, это тоже Мысль, которая волновала меня Именно в Петербурге До Достоевского, Когда ходишь по этим улицам, Помещаешь-то героев, Особенно в осенне-зимний период. Это дает особую Экзистенцию всегда. А еще смещение акцентов Очень интересное. Когда виновата жертва. Это, в сущности, уголовная Логика, да? Совершенно четко. Потому что Откуда эта жалость К падшим женщинам, да? Потому что Их приходится жалеть, Так как их же в этом и обвиняют. Простите, А кто посещал эти заветения? А кто вот в длинную очередь Выстраивался, что называется? Вот. Никто. Никого. Да, это никого не волновало. Вот. Никого не интересовало. Воспоминается Куплинская яма И много-много других произведений. Потому что это мотив, в сущности, Конечно, не о проституции. Это о жизни как таковой. О том, Как человек себя ценит, Во что он себя ставит, И что он пытается со своей жизнью сделать. Но другие ему, скажем так, помогают. Иногда это слово можно взять в кавычках. Вот. Для меня все-таки вольнодумцы в большей степени романы о психологии. О психологии толпы правильно. Любая толпа заряжена только отрицательным. Не может. Ликующая толпа еще страшнее протестующей. В каком-то смысле, да? Это греки хорошо понимали. Поэтому у них было строго рекламентировано честование олимпиоников. Строго рекламентировано. Вот то, что нам в кино показывают, Вот эти амфитеатры, Это уже Рим. Это гораздо позднее. Греки по-другому поздравляли своих героев. А хотя это был крайне буйный народ. Реально буйный. Вот. С песнями, с танцами, с плясками. Вот вольнодумцах это и есть. И, конечно, Любое закрытое сообщество, От филателистов до велосипедистов, Значит, от политики до семиотики, Это всегда немножко сектор. Вот что хочешь, делай, Но объединение по интересам не должно накладывать Слишком сильный отпечаток на твою жизнь. Иначе будет то, что называют психологи, Профессиональной деформацией. Вот у этой девушки, И как раз у всех, кто там описан, Такая профессиональная деформация. Их невозможно вытащить не потому, что они не хотят, А потому, что они уже не могут. Им жизненно необходимо для того, Чтобы получать тот самый серотонин И все остальное от жизни. Подвергать себя вот такому, Скажем так, риску. И делать вот эти вот все вещи. Ну, не будем спойлер. И еще есть один момент, Который я обязательно должен сейчас осветить. Пожалуй, третий, который меня волновал Из концептуальных очень сильно. Один из героев – убийца. Поначалу скрыт, как в любом детективе. Ну, в какой-то момент уже понятно, кто. Ну, это не маньяк, не рецидивист. Вот это обычный человек, который стал убийцей. И там много рассуждений от его лица, Которые тяжело мне отдались, не скрою. Но что волнует меня, Это, и герой это говорит, Ну, вот мы все живем, Мы не убийцы, да? Ну, мы понимаем, что мы вот там, Ну, все люди своими грехами, минусами, плюсами, Но мы не на стороне зла. Да, то есть мы из кого-то убьем, не оправдаем это. И нам кажется, что тут между этими людьми, Которые убивают, Нами какой-то огромный, Ну, это как бы, не знаю, там, Марс. Да, это люди, которые вот далекое расстояние. А люди, которые этот шаг сделали, Они знают, что это очень маленькое расстояние. Да, и вот это маленькое расстояние Очень пьянит преступников. Что шаг легок, короток и часто безнаказанный. И вот это вот, правильно сказал Дмитрий, Это, конечно, одна из главных психологических таких вот здесь скреп этого романа. Но это вот добро и зло. И выбор человека между этим добром и злом. Ну да, и временами, конечно, просвечивают записки из подполья. От этого никуда не деться, Потому что это очень такой характерный, особенный психотип. Даже если он не проявляется, То когда человек уже так вот свою жизнь испортил, То это постепенно будет нарастать, Но и сводить с ума фактически того, кто это делает. Ну вот, перед нами колоннами идет, Значит, колонна тяжелых самосвалов, Доверку нагруженных смыслами и тяжелыми мыслями. Вот, видите, как гремят эти смыслы. Как страшно, как всем тяжело. Чтобы стало полегче, нам поможет музыка. Потерн. Так вот, Так вот, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok русские тексты. Ну вот, пока автор готовится к чтению, я хочу сказать специально для товарищей в пиджаках и галстуках, которые нас слушают. Что вы слушаете? Вы записываете. Переводчиков посыпать милостями поэтов беречь, холить или леять. Сводить одних с другими и издавать, издавать переводы. Есть еще один сюжет, хоть и Дмитрий рекомендовал о политике не говорить, но, казалось бы, логично, эту книгу было презентовать и в Болгарии тоже. Но я нахожусь под санкциями ЕС, поэтому въехать никуда в страны ЕС не могу. Но Белград это то место, где мы можем сделать все. И собрать всех издателей, переводчиков, славянских людей, мне кажется, это замечательно, потому что иногда некоторые неприятности дают возможность увидеть настоящих друзей. Это тоже и для Элкини, и для Вера все это не очень, я помню, была простая история договориться о вечере, привезти книжки, приехать на машине из Болгарии и там прочее, но мы об этом мечтали и просто увидеться. Мы об этом мечтали, и это, даст Бог, завтра по всем вечера состоится. Вот так. Мечты должны сбываться. То ли полная луна, то ли пустая, в небе тусклом не видна Злая стая, Хорошо, что не видна Каждой ночью Эти птицы от вина Злые очень Эти птицы пьют вино Молодое И кричат они одно Что-то злое Я блинный богатырь Из сказаний Предсказал я свой конец Под Рязанью Злые птицы над страной Реют снова Черти режутся со мной В подкидного То ли полная луна, То ли пустая Вы со мной Об этом лучше не спорьте А кремлевская стена Не растает Даже если станет Кремом на торте Не играть богатырям На рояле Не стоять по бодырям На развале Сто столиц Уже сменила Россия За оранжевым вином Нынче сила А кондитер Приуныл Все по-русски Торт кремлевский И луна Без закуски Ах, как же раньше Сирень цвела Как широко и пышно Какой бы длинной Жизнь не была Она коротка, как вспышка Россия — это колокола И буковки на конверте Какой бы странной Жизнь не была Она не страннее смерти Сияют золотом купола Кресты в небеса Воткнули Какой бы горькой Жизнь не была Она подсластит пилюли А птичьи стаи Сгорят дотла В бесшумном пожаре Листьев Какой бы темной Жизнь не была Она осветляет лица Пусть невозможна Победа зла Тревожно пустует Плаха Какой бы страшной Жизнь не была Она не страшнее Страха Плохие сны Как ночной конвой Ждут каторжную усталость Какой бы жизнь Не была чужой Прожить ее Мне досталось Ну и еще одно Полюбить бы так Чтоб кусать губы Чтоб смотреть на звезды Не разбирая Геликон с небес Звучит Или туба Я не плачу Но утром Вся жизнь сырая Я не плачу Но соль Разъедает щеки Не стреляйте В лоб Подходите Сбоку Полюбить бы так Чтоб увидеть Бога Закрывая дверь Оставляйте Щелку А когда услышишь Зачем брат мой Ты разрушил То, что веками Строил Говори Ахейцы Не взяли Трою И Елена Суши Идет обратно В мире Теперь Измерений Пять А в четвертом Из наших Сомнений Свалка Полюбить бы Так Чтоб Вся жизнь Вспять Но она И так Вспять Жалко И вот Я хочу Добавить Словами Самого Максима Из книги Я живу в воду С одной страной Дело в том Что нас очень многое Разделяет Мы не согласны По большому Количеству Пунктов Не только мы В бою К сожалению И это часто Фатально А вот это Стихотворение Оно в чем-то Перекликается С сюжетом Вольнодумцев И Много Красота Что поэзия Это все-таки Она сближает Несмотря ни на что Ну и выживает Там, где не выживает Больше ничего Человеческого Так Значит Я не смотрю На наше поколение Его поэтом Быть я Не хочу Уж лучше Буду жить С недаем ленью И бить Ногой По звездному Мечу Чтоб он Взлетал Подпрыгивал И падал Чтоб стекла Бил В позорных Кабаках Другие Нынче Едут Баден Баден И хорошо Счастливый путь Пока Есть что добавить Ну Стихи Это же такая Я например Когда Что-то новое Начинаю писать Открываю Свой фал Вставил В компьютере И думаю Господи Ну зачем Больше 600 страниц Куда еще Это-то никому Не нужно По большому счету Но дело в том Что проза Это все-таки Должна как Объяснить Ну Вот Активное Твое действие Я хочу написать Прозу Я хочу написать Роман Хочу чтобы вы читали Чтобы он перевернул мир Чтобы вы переводили Получится Не получится Вопрос другой А поэзия Это То за чем ты живешь То есть Если ты это не пишешь В какой-то момент У тебя начинают возникать вопросы А зачем вообще все остальное Вот это вот такая разница Есть Я пишу это и другое А потом могу точно сказать И здесь не важно Сколько ты написал стихотворений Будут ли они сразу Напечатаны или нет Поэзия меньше всего Связана с читателем Потому что она Вот Идет оттуда Потом немного будет Здесь У поэта Он там что-то с этим делает И выдает обратно Туда Кто хочет смотрите Кто не хочет От этого ничего не прекратится И отпускаешь птичку Да Хорошо Ну что друзья Музыкальная пауза Завершим наш вечер Звуками Музыкальная пауза Гучи из музы Музыкальная пауза 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!